Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и сегодня в нашей студии Марина Николаевна Тихонова, главный врач медицинского центра «Вера». Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте! Уже традиционная наша с вами встреча весной, во время обновлений, когда хочется расцветать вместе с природой и лучше всего начать, конечно же, со своего здоровья, с внутренних причин. Вот у вас в центре множество процедур, которые помогут справиться с различными заболеваниями, с апатией и так далее. Давайте начнем с такой популярной процедуры, как герудотерапия. Кому она показана? Как часто ее можно и нужно делать? Какие противопоказания для наших телезрителей, которые еще не сталкивались с таким методом? Герудотерапия действительно довольно эффективный метод, и мы этим методом занимаемся уже 25 лет, то есть наработан большой опыт. И это методика, которая применяется при гипертонической болезни, при варикозном расширении вен, любые объемные какие-то процессы, скажем, аденома или миома у женщин, поскольку пиявка впрыскивает гелорунидазу в чистом виде, а это фермент, который рассасывает все, чего не должно быть. Кстати, кисты тоже у женщин очень хорошо рассасываются. Ну, достаточно много показаний у герудотерапии, противопоказаний, кстати, гораздо меньше. Это и просто головные боли, и остеохондроз. По своей сути, пиявка – это биологический шприц. И лекарство, которое впрыскивает пиявка, несопоставимо с каким-то другим лекарством, которое фармацевты разработали. Она впрыскивает 120 биологически активных веществ, каждый из которых дает тот эффект, который мы ожидаем. Еще с самого детства, когда бабушка мне рассказывала о том, что пиявки только плохую кровь высасывают, но все равно у некоторых людей есть опасения в связи, может быть, с каким-то неэстетичным видом или состающимися присосками. Вот давайте, может быть, каким-то образом успокоим, как вообще процедура происходит. Страшно ли это, ставить себе пиявок, вот если я приду к вам первый раз? Видимо, если вы к нам запишетесь на герудотерапию, вы психологически уже готовы к этому методу лечения. Пиявка сертифицированная, она приезжает к нам с биофабрики с сертификатом соответствия. Наверное, это неприятно, кто в принципе не приемлет такое лечение, но тот, кто пришел, они видят, какой хороший эффект у этого методика. Это гарантированное улучшение состояния, всегда. Отзывы действительно хорошие, и даже среди наших общих знакомых много людей, которые постоянно ходят к вам, как часто стоит повторять? Или это вот на консультации определяет лечащий доктор, или сам пациент должен почувствовать, что вот мне пора? Как это происходит вообще? Чаще всего на герудотерапию ходят одни и те же пациенты где-то раз в год. По факту мы приглашаем раз в полгода. Считается, что на полгода точно есть эффект, особенно при гипертонической болезни. Все пациенты говорят, что да, давление без таблеток нормализуется на полгода, а потом потихонечку начинает там скакать в силу того, что мы постоянно в каком-то стрессовом режиме находимся. Но есть пациенты, у которых необходима поддерживающая терапия. Допустим, мы сделали курс, и через две недели пациент приходит на два сеанса. Вот мы сделали, он чувствует себя хорошо, уходит. Как отсоединяют пиявок? Я знаю, вот тоже вот у наших телезрителей после наших прошлых с вами эфиров были такие вопросы в комментариях, в частности. Боятся, что пиявка не отцепится. Вот как это происходит? Это доктор следит за этим или сама пиявка, когда достаточно отваливается? Вообще пиявка впрыскивает свое лекарство первые 10-15 минут. Есть даже методика амбуладзе, когда ставится именно на такое количество времени. Но поскольку пациент пришел, и ему кажется, чем дольше постоит пиявка, тем лучше будет эффект. Как правило, полчаса держим пиявку. Если посттравматическое состояние, когда имеет место отек, пиявка как раз за 10-15 минут насасывается, сама отваливается. А при гипертонической болезни идет по схеме лечения, и над разными органами ставится пиявочка. Она может достаточно долго держаться. Не волнуйтесь, никто тянуть пиявку не будет. Достаточно поднести просто ватку со спиртом, и она отваливается. Она не любит никаких пахучих веществ. И пиявка всегда утилизируется. Поэтому никогда не думайте, что где-то в медцентре вам повторно чью-то пиявку поставят. Да, она утилизируется сразу в растворе хлорамина с наштырем. Это по санпину. Поэтому не бойтесь. И, кстати, для меня новая сегодня информация была о том, что кисты с помощью пиявок лечатся. Да, да, да. Это в современном мире, к сожалению, очень актуальная проблема. И также в вашем центре оказывается широкий спектр услуг тем девушкам, которые хотят сбросить вес, почувствовать легкость, подтянуть фигуру. Давайте об этих процедурах. Они весной, думаю, очень востребованы и актуальны. На самом деле, это самая актуальная процедура, уже начиная после Нового года, когда люди после застольев начинают тянуться в наш центр. Уже четверть века мы занимаемся этим. И методика, которую прекрасно себе зарекомендовала, это суджок терапия. Это микроаккупунктура кисти и стопы. Я очень люблю этот метод, потому что, в отличие от классической акупунктуры, суджок терапия дает эффект, по сути, сразу. После первого сеанса сразу уходит от полутора до трех килограмм, но это уходит вода. Та застоявшаяся жидкость, которая находится в межклеточном пространстве. Но пациент это чувствует, что у него сразу как-то все подтянулось. А дальше вес начинает уходить постепенно. Иголочки ставятся таким образом, что и гормональный фон приходит в норму, и аппетит пропадает. Аппетит пропадает, насыщение идет быстро, тяга к сладкому пропадает до отвращения. И поэтому, кто очень тяжело худеет и вообще не может похудеть, я считаю, это самый комфортный метод из всех, которые есть. Видимо, поэтому так много народу к нам приходит, и, к счастью, приходят друг от друга, поскольку результат действительно очень хороший. Так называемое сарафанное радио. Да, да. Как это работает? Почему пропадает аппетит после этих процедур? Ставится на определенные точки, которые как раз подавляют аппетит. Более того, у самого суджока, у самой методики эффект развивается постепенно. А для того, чтобы пациент сразу увидел эффект, ему ставятся еще дополнительные такие чудодейственные иголочки на ушко. Они практически не видны, они совсем маленькие. Но поскольку это биологически активные точки, подавляющие аппетит, пациент приходит, говорит, а я уже есть не хочу. Представьте, вот человек ел-ел и пришел, есть не хочется. Для него это настолько удивительно, для него настолько комфортно вот этот вот метод. И поэтому пациенты, которые у нас когда-то были, и если вдруг опять набрали вес, конечно, они опять к нам приходят. Но чаще всего, насколько я читала по отзывам, не набирают вес. Достаточно долго не набирают. Достаточно долго не набирают. Вот, кстати, еще один плюс этой методики. Когда вы сами сидите на диете, вы жестко ограничиваете себя во всем. В суджоке не надо ограничивать. Там просто идет насыщение быстро. Вы маленькими порциями едите. И вес, который сбросили, достаточно долго держится. А есть ли опасность переборщить со сбрасыванием веса? А нет, здесь такого нет. Ведь суджок терапия, вообще само иглоукалывание, оно восстанавливает энергетику человека. Вот она восстановилась энергетика. А не просто пошел только вес. Там еще параллельно целая куча болячек начинает уходить. Это вообще лечебная методика. И когда вес дошел до нормы, он просто останавливается. Нет такого, что там до кофексии вообще человек ушел, что он совсем худой-прихудой. Как при диетах, когда девушки переборщивают, начинаются расстройства пищевого поведения. Совершенно верно. И спорт тоже сейчас не всем, я думаю, жесткие с тренировки показаны. А здесь получается, что методика, которая практически подходит всем. Или же все-таки есть какие-то ограничения? Подходит даже ленивым. Ну, конечно, мы не берем беременных и не берем психически больных людей. А для всех остальных суджок как раз показан. У суджока нет ни абсолютных, ни относительных противопоказаний. А я уже сказала, что параллельно целая куча болейчик лечится. Та же самая гипертония. Если человек пришел прямо на прием с высоким давлением, при постановке иглы давление падает на 25 единиц. Если пришел с головной болью, мы тоже говорим, таблетку не принимайте, придите к нам на иглу калывания. И головная боль тут же проходит. Кожные проблемы, экзема. То есть вы пришли с проблемой ожирения, а параллельно экзема прошла у человека, с которым он боролся много лет и не мог найти никакую панацею. Вот, пожалуйста, иглу калывания полностью чистит кожу. То есть это такие приятные балансы получаются. А вообще откуда пошлоло это учение суджокотерапии? Откуда этот метод вообще зародился? Ну, он зародился на основе классической акупунктуры. Был такой прекрасный доктор, прекрасный ученый, Пак Дживу, который как раз разработал эту методику. Она существует, ну, лет 30 так точно уже. И она, я говорю, она очень эффективная. Она дает эффект сразу на иголке. Вот я говорю, пришел с головной болью, головная боль уже тут же прошла. Пришел с высоким давлением, давление нормализовалось. Поэтому вот так. При этом, если человек пришел к вам на консультацию, то доктор примет, проконсультирует, подберет нужный метод. Что вообще за специалисты работают у вас? Какой направленности и сколько их в вашем центре? У нас как раз вот суджокотерапия, это лечение ожирения, гирудотерапия и мануальная терапия. Кстати, тоже актуальна сейчас, потому что у многих обострение именно весной бывает. Остеохондрозы, артрозы. У нас прекрасный врач работает, который работает с нами 25 лет, Новиков Андрей Анатольевич. Вот, он работает методом кинезиотерапии, у которой главный принцип – не навреди. То есть там нет никаких жестких манипуляций со спиной. И вот можно еще и полечить спину у нас. Да, мануальная терапия тоже сегодня, мне кажется, широко известна. Хорошего мастера найти довольно сложно. А если к вам приходит пациент, у которого есть недовольство определенной областью, допустим, тип фигуры, в котором только руки набирают лишний объем, или только область живота, вот для таких людей можете что-то предложить? Да, для таких пациентов мы делаем мезотерапию. И та часть, которая ему не нравится, вы правы, что фигура бывает разная. Бывает фигура гитара, когда достаточно эстрогена, когда недостаточно эстрогена, фигура яблока. И для таких пациентов как раз мы обкалываем ту область, которой он недоволен. Кстати, с фигурой яблока, как правило, животы большие. У мужчин бывают большие животы. Мы обкалываем, и живот действительно подтягивается. Более того, у кого выражены стрии после беременности, допустим, когда крупный плод, стрии становятся еле заметными. У кого-то ноги, наоборот, большие. Там и целлюлит уходит. Ну, полностью не уйдет, если человек это достаточно полный. Но намного все эстетичнее выглядит. Больно ли, неприятно ли делать вот эту процедуру с уджокотерапией, мезотерапией? Все-таки это связано с, скажем, с вкалыванием, с иголочками. Ассоциации тоже такие, немножко боязнь возникает. Насколько это неприятно? Процедура не очень приятная, но действенная. И когда человек видит, что он преображается, он омолаживается, он, конечно, уже с удовольствием приходит и ждет следующего раза, чтобы его поставили на весы и сказали, сколько он в этот раз опять сбросил. Как часто и как много процедур нужно сделать? Понятно, что это индивидуальный подход, но давайте посмотрим, от скольки требуется процедур минимум и до скольки максимум. Ну, как правило, это курсовое лечение. Человек ходит к нам два раза в неделю в течение месяца. И в течение месяца, как правило, эффект уже пошел. Но есть пациенты, так называемые иньские, у которых медленно раскачивается вес. Вот таких пациентов мы приглашаем через три недели на контрольное взвешивание и уже бесплатно подставляем суджок, потому что курс уже прошел. Вот, мы как будто толкаем организм. И эндокринка очень хорошо на это реагирует. И возникает еще, как я понимаю, за время, на которое действует суджокотерапия, возникают некие пищевые привычки, которые потом пациенты также придерживаются, если я правильно понимаю. Вот совершенно верно. За 21 день, как говорят психологи, формируется привычка. И когда человек привык есть маленькими порциями, он потом такую маленькую порцию себе и накладывает. И не забывайте о том, что желудок – это мешок, который может растягиваться. И кто-то очень любит много поесть, у него вот такой вот мешок. Значит, сколько туда должно попасть пищи чтобы рецепторы среагировали, что человек сыт. По мере того, как человек ходит к нам на эти процедуры, вот этот мешок начинает уменьшаться. И ему потом достаточно, ну прям совсем немного, чтобы уже мозг зафиксировал – я сыт. И даже порой возникает некое разочарование – ну я только салат покрошила, хотела его поесть, все, я уже сытая. Кроме всех вышеописанных результатов, у суджокотерапии есть приятный бонус – успокаивает нервную систему. Что это означает? Расскажите, пожалуйста. На самом деле суджокотерапия обладает еще прекрасным эффектом – седативным. Успокаивает нервную систему и убирается тревожно-депрессивный синдром. Тот синдром, из-за которого человека начинает заедать. Сейчас, особенно после перенесенного ковида, не секрет, что очень у многих тревожно-депрессивный синдром с паническими атаками. И суджок здесь тоже большой помощник. И после прошлой нашей передачи, когда мы рассказали, наши пациенты приходили с этой проблемой, и она решается. Намного спокойнее люди становятся. У кого, кстати, нарушен сон, тоже восстанавливается сон. То есть эффекты исключительно положительные, которых многие из наших телезрителей, уверенно, не могут достичь с помощью разных методов. Оказывается, решение очень простое – позвонить по номеру, который указан внизу экрана, и записаться на прием, на консультацию в медицинский центр «Вера». Спасибо вам, Марина Николаевна. И вам спасибо. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова